Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Игорь Кудряшов, управляющий региональным отделением Фонда социального страхования. Расскажите, каким образом будут осуществляться выплаты, каков порядок? Во-первых, я хочу сразу уточнить, что разговор мы с вами будем вести только в соответствии с теми выплатами, которые регулируются дополнительными страховыми гарантиями отдельной категории медицинских работников, в соответствии с указом президента Российской Федерации, который подписан 6 мая сего года, номер 313. Это, я бы сказал, такой отдельный специальный документ, который был в условиях пандемии коронавируса выпущен. В рамках него четко определены те категории медицинских работников, которые будут иметь право на получение вот этих единовременных страховых выплат. Кто может рассчитывать на эти единовременные выплаты? Это речь идет о врачах, среднем и младшем медицинском персонале медицинских организаций. И еще одна категория – это водители автомобилей скорой медицинской помощи. Вот, собственно, четыре категории, которые имеют абсолютные основания для того, чтобы получать соответствующие выплаты. Но к этому должно быть еще одно добавленное условие. Они должны работать с пациентами, которые болеют коронавирусной инфекцией. Или являются подозреваемыми на эту инфекцию. С подозрением на диагноз по этой инфекции. То есть, вот мы с вами свели, значит, и контингент, и плюс еще дополнительные условия, с которыми предъявляются подобные требования. Теперь дальше. Какие же страховые случаи будут рассматриваться для того, чтобы вот вышеперечисленные сотрудники медицинских организаций могли эти средства получать? Их несколько. Первое – это в случае наступления смерти медицинского работника в результате инферцирования его коронавирусной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей. Ну, это самый трагический случай, да. Будем считать, что это в условиях Рязанской области такого не произойдет, да. Второе – это и наиболее такой пункт, на который я просил бы обратить внимание, потому что именно по нему пойдет главное, пойдут большее количество выплат. Он наиболее такой будет активно использоваться при применении указа президента. Это причинение вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него, полученных при исполнении трудовых обязанностей, заболевания или осложнения, в основе которого лежит лабораторным методом, значит, утвержденной новая коронавирусная инфекция, то есть COVID-19. Вот. Которая должна, значит, немножко тут сложно так, которая должна регулироваться в соответствии с перечнем, который утверждается правительством Российской Федерации. Немножко позже потом к нему перейдем. И третий, значит, третий у нас возникает случай – это когда в случае продолжения заболевания острого возникает уже временная нетрудоспособность, переходит в стойкую утрату трудоспособности, и у медицинского работника наступает период инвалидности первой, второй или третьей группы. Вот три основных случая, при которых производятся выплаты. Расскажите, а какова сумма выплат? Ну, они очень существенные. Я не буду все называть, назову только, допустим, вот основная, которая по второму пункту, когда мы говорим о том, что возникает острое заболевание, связанное с коронавирусом, это где оформляется больничный листочек по заболеванию, то здесь единовременная страховая выплата соответствует 68 811 рублей. Значит, я так хотел бы также назвать сумму выплат, которая единовременно производится в случае смерти, она действительно выглядит в высшей степени солидно, это более 2,7 миллиона. Вот, поэтому очень не хотелось бы, чтобы у нас были такие неприятные моменты. Какие документы необходимо предоставить и в какой срок? Дело-то в том, что уже заболеваемость среди медицинских работников новой коронавирусной инфекции, она уже началась-то давно, и поэтому имеет место уже ряд случаев, которые давно закончились. Я должен сразу сказать, что по всем, по ним, если они соответствуют всем вышеперечисленным требованиям, выплата будет производиться в обычных предусмотренных указам президента условиях. Те, которые протекают сегодня, значит, и не закончились еще, естественно, значит, по ним уже надо проводить соответствующую работу. Ну и третьи, как бы, категории, которые мы можем ожидать впереди, то по ним более четко, так скажем, есть позиция, которая сегодня отражена тоже в постановлении правительства Российской Федерации, которая является соответствующим разъяснением к указу президента о временном, значит, проведении расследования при вот этом заболевании. Значит, в этом случае, в этом случае, как только если сегодня лечебное учреждение проставляет диагноз коронавирусной инфекции, она обязана незамедлительно, слово придет, незамедлительно, в этот же день проинформировать лечебное учреждение, в котором он трудится, то есть его работодателя, о том, что работник попал, что ему выставлен диагноз коронавирусной инфекции. А, соответственно, работодатель уже на следующий день должен создать комиссию для проведения расследования этого случая. Вот такой порядок сегодня предусмотрен. Понятно, он не может соотнестись уже к тем более ранним случаям или те, которые сегодня идут. То есть речь идет о ускоренном, по сути, день в день. Более того, что после того, как на следующий день должно пройти заседание комиссии по определению связи его с производством, то после этого уже, значит, в случае назначения такой выплаты дается фонду социального страхования сутки для того, чтобы произвести эту выплату. Как я понимаю, не нужно никуда обращаться. Работодатель должен сам произвести все действия. Это делает два, как бы, две структуры. Первый – это работодатель, там, где, значит, заболевший состоит в трудовых отношениях. И второй – это может быть главный врач медицинской организации, в которой ему установлен, этому медицинскому работнику установлен диагноз. То есть только тогда тот должен сообщить в экстренном порядке работодателя о случившемся факте. Вот такая достаточно, ну, она, быстрая схема, она предусматривает такой ускоренный оперативный процесс, значит, передачи информации и, соответственно, проведение комплекса расследований. Вместе с тем, что если, ну, это мы все говорим вот тогда, когда только это заканчивается заболеванием и, соответственно, выдачей больничного листка. То есть если человек, медицинский работник, заболел COVID-19, он имеет право на средства? Да, безусловно, да, безусловно, значит, но еще раз я вам подчеркиваю, что он имеет средства по указу президента еще при дополнительных обстоятельствах, которые я уже называл. И одно из них, это должно быть совершенно четко вот сегодня услышано, это заболевание должно связано с исполнением его трудовых обязанностей. То есть совершенно четко мы должны понимать, что если медицинский работник заболел по контакту семье, там, транспорте, я не знаю, ну, в любом месте, вне его служебных, исполнения служебных обязанностей, трудовой деятельности, никакого отношения его заболевания не имеет к выплате дополнительных страховых гарантий по указу президента. Но вот это относится к несчастным случаям? Значит, относится не к несчастным случаям, вот о чем мы говорили, это относится к острому профессиональному заболеванию. То есть в данном случае сегодня COVID-19, значит, приравнен вот к такой, значит, формуле, как острое профессиональное заболевание. Отсюда он имеет право тогда получать средства по двум видам обеспечения. Первое, это по 125-му федеральному закону страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. И второе, значит, вот в соответствии с указом президента, да, по вот дополнительным гарантиям отдельным категориям медицинских работников. А средства откуда идут? Значит, ну, понятно, что 125-й федеральный закон, это закон, которым непосредственно страховщиком является фонд социального страхования и администрирует страховые взносы по нему, поэтому это средства фонда. Что касается денег, за счет которых будет финансироваться указ президента, это, конечно, средства федерального бюджета. Причем, я должен сказать, они достаточно целевые. Под каждую выплату, вы поняли, что выплаты там достаточно существенные, под каждую выплату делается отдельный заказ на эти деньги, да. Они, естественно, значит, мы осуществляем через казначейское исполнение это все. И только идет выплата на счета конкретного получателя при условии вот тех всех расследований и определений, которые мы с вами уже проговорили. Получат ли люди, которым за 65 выплаты по карантину? Да, значит, ну, я хотел бы напомнить, что уже мы имели два постановления правительства по этому направлению, да. Очень внимательно, значит, наше руководство страны относится к людям 65 и старше. И здесь особый порядок получения больничного листка, поскольку он выдается централизованно, уполнопоченным лечебным учреждениям в стране. От работодателя только требуется представить реестры на своих сотрудников, которым 65 плюс. Если они, ну, не находятся, естественно, в отпуске, если они там не болеют там по каким-то другим там заболеваниям, основаниям, если они, может быть, могут выполнять работу там, ну, дистанционно, в этом случае тоже, конечно, да. А во всех остальных случаях они имеют все полные основания представить реестр, и им, соответственно, будут произведены выплаты тоже на их персональные счета. Уже дважды такие прошли выплаты, значит, по 14 дней, вот, и теперь, значит, у нас вот больший срок 15 числа, правда, 15 мая правительство приняло такое постановление, но оно регулирует срок с 12 по 29 мая, да. Таким образом, это, как бы, третий уже этап, я думаю, ничего сложного не представляет для наших страхователей, которые уже научились нормально, так скажем, работать в этом направлении, и представят опять в необходимом для них объеме, значит, реестра, и, соответственно, выплаты будут произведены. Ну, я хотел просто так в порядке цифр назвать, что на сегодняшний день вот по этим двум, таким, я бы сказал, этапам, которые прошли по карантину 65+, выплачено более 110 миллионов, ну, соответственно, этот тоже потянет, я так предполагаю, поскольку он более длинный, значит, еще, наверное, миллионов на 70-75, да. То есть вот о таких суммах идет речь. Поэтому ждем от страхователей представления реестров, и, соответственно, в оперативном режиме деньги будут поступать в счета граждан. Как я понимаю, документы не нужны, и человек получит сколько примерно? Человек получает, исходя из его средней заработной платы за предшествующие два года, то есть фактически это хороший заработной плат, практически, да, в рамках которой он работает по стандартам. Другое дело, если у нас есть кто-то имеет серую или какую-то другую, это уже не наша, скажем, идиллия. А так человек получает достойную зарплату, практически ту среднюю, которую он получает в постоянном режиме, да. Вот, поэтому это очень хорошая поддержка людей возрастных. И на этом наша программа подошла к концу. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова